Всем привет, вы на канале А ну-ка Давай-ка. И сегодня я буду знакомить котят с Бафюшей. Но тут нужно начать с самого начала. Все началось, когда котятам было 9 дней. Я решила, что раз Рыжуля тоже была мамой, то они с Исой найдут общий язык. И решила первой с семейством познакомить именно Рыжулю. Но с первых минут стало понятно, что Иса не настроена дружить. Видно было, что Рыжуле очень страшно. И я пыталась ее как-то успокоить. Я тоже очень волновалась и, как видите, не слишком следила за кадром. Но по моему плану Иса должна была подойти, они понюхают друг друга. Иса поймет, что угрозы нету и мы все расслабимся. Ты кто такая? Я? Я Рыжуля. Исочка, успокойся. Ой-ой-ой, Рыжуля, стой! Иса, ну ты что? Я же хочу вас подружить. Анюта, единственное, что мне нужно, это безопасность котят. Не, я за тобой слежу. Рыжуля лежала в углу и даже не смотрела в нашу сторону. Но я решила не сдаваться. Рыжуля, знакомься, это котенок Исы. Это той ненормальной что ли? Ой, Рыжуля, ну ты что? Мне проблемы не нужны. Ис, ну и как мне вас всех помирить? Не знаю. А если этого? Рыжуль, он маленький и ничего тебе не сделает. Смотри, какой милый. Рыжуля, котята может и безобидные. Но когда они палачут, к ним на помощь приходит их мама. И я точно знаю, что мама обиженных детей самая свирепая хищница. Ого, так ладно, котов с вами знакомить небезопасно. Ну а что насчет Бафюшки? Когда котятам исполнилось 12 дней, я решила пригласить Бафи. Слушайте, я так давно в этой комнате не была. А ты кто такой? Как тут все поменялось, рисунки убрали. Милкиша, мне нравится эта перестановочка. Просори, Иса. Успокойся, отойди от нее. Так, теперь я переживаю за Бафюшку. Ее же наши коты никогда не обижали. Она даже не подозревает. Не-да. Э, нет, стой, Иса. Прекрати, не трогай ее. Да отойди же. Так, это была плохая идея. Тогда покажу Бафюше хотя бы котят. Она еще здесь? Нет, Иса, и Бафи не еда. Бафюш, не волнуйся, это котята. Окошку я закрыла в комнате. Ой, они меня не съедят? Нет, Бафюш, они пока кушают только молочко. Молочко это хорошо. Привет, маленький. Ой, какой-то он совсем малюсенький. Да, им сегодня 12 дней, и они только открыли глазки. Какие забавные. Ребята, а вы уже ставили лайк этим малюткам? Перед такими милашками невозможно устоять. Мне кажется, они приняли тебя за маму. Ой, нет, извините, у меня молочка нету. Прошло 19 дней с рождения, и я думаю, что Исе пора познакомиться с домом. Я совершенно не знаю, как правильно все делать, поэтому все по интуиции. Ну то что значит? Иса просто каждый день мяукает и сидит под дверью. Мне что, можно выйти? Да, милая, не бойся. Всех питомцев мы отправили погулять на улицу, чтобы тебе никто не помешал. Да, котятки. Не переживай, они пока поспят. Ну, хорошо. Наша комната тут? Угу. И Иса начала свое расследование. Она изучала все. Шла по кругу комнаты и заглядывала в каждый уголок. Ух ты, это я. Ха-ха-ха. Иса не пропускала ни одной открытой комнаты. Какой большой лоток, класс. На очереди наша спальня. Ведро с памперсами ее не заинтересовало, а вот кроватка ничего. Да, Ис? Ага. Проверила любимое место Рыжули. Ну, походу тут ничего интересного. В коридоре наткнулась на помеченный угол дивана, но в свою комнату не стала заходить, а направилась в кошачью. Тут, конечно, запахов, видимо-невидимо. Кажется, от дерева идет сильный аромат, потому что Ису замедлила ход. А дальше... Кто это там? Иса, успокойся, это Баффи. Она безобидна и вообще в клетке. Хм-хм-хм. Я помню этот запах. Еда. Что? Я не еда. Исочка, пожалуйста, успокойся. Кажется, она пошла к кораблю. Фух. Обнюхав корабль, она отправилась к выходу. Но через минуту вернулась обратно. Шла медленно, как будто кралась. Иса, мне это не нравится. Но она меня уже не слышала и медленно подбиралась к Баффи. Я зашла в клетку. Нет, Иса. Что? Я тебе уже сказала, что Баффи не еда. Ой, ну почему? И она снова ушла из комнаты. В коридоре развернулась и снова зашла в комнату. Иса, мне сколько раз повторять тебе? Анюта, мне страшно. Аааа. Куда? Стой, стой. Иди в комнату, ты наказана. Да поняла, я поняла. Все нормально, что так испугалась. Через 17 дней я решила опять выпустить Ису. В этот раз она уже исследовала первый этаж. И нашла игрушечную селедку. Она кстати нравится всем нашим котам. И у Исы ее было просто не отобрать. Но тут в дверь пошкребся малыш. Знакомься, это кошка, которая живет за закрытой дверью. Ее зовут Иса. Иса, Ис. Что? Кто это? Кто это? Отвечай! Ты кто? Я, малыш. Уходи! Аня. Уходи, сказала. Нет, пусть уйдет. Ладно, ладно. Я не шучу. Все, все, мы уходим. Малыш, смотри. А это ее котятки. А, ну теперь понятно, чего она такая злая. Котята подрастут и успокоятся. 37 дней с рождения котят. И я открыла дверь для Пупси и Рыжули. Ну что, Пупс, ты же хотела туда зайти? Тетя Рыжуль, да не иду, я не иду. Ох, какой же это было ошибок. Опять ты? Я вообще-то тут живу. Нет, тебе показалось. Так, Иса, успокойся. Рыжули, иди ко мне. Уходи! А-а-а! Да стойте, успокойтесь вы! Иса, что? Оставь Рыжулю в покое. И ты тут? Эй, стой! Пупся, Пупся, а ты куда? Да сколько же вас тут? А-а-а! Пупся убежала на первый этаж к маме. Но тут Рыжик. Уходи! 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 Тихо, Иса, спокойно. Тише, тише, Исочка, спокойно. Тут уже стало страшно даже мне. А ведь Рыжуля предупреждала. Пока котята маленькие, Иса просто самый свирепый зверь. Ведь кто защитит малюток, если не их мамочка? Сейчас котятам 40 дней. И я считаю, что они уже готовы к самостоятельным знакомствам. С хищными питомцами пока что еще рановато. А вот с Бафюшей, думаю, уже можно. Так, только чур не обижайте ее. Один маленький шаг для котенка и огромный скачок для котовечества. Куда это мы попали? А тут кто? Здрасте. Здравствуйте. А вы кто? Я Юги. Со мной еще брат Яни. А вы? Ой, нет. А-а-а! Уже котята той самой, которая хочет меня съесть. Ну, Бафи. После этого котята опять залезли в корзинку и боялись оттуда вылезти. Так, идите все сюда. Яни, иди ко мне. Бафюш, вы не бойтесь друг друга. А я и не боюсь. А она не придет? Это сумасшедшая Иса. Чего? Наша мама не сумасшедшая. Подожди, ты тоже хочешь меня съесть? Если надо, то и съем. Нет, не надо, пожалуйста. Не надо. Ой, наша мама самая лучшая. Понятно? Понятно. Извините, пожалуйста. Мы, наверное, как-то не так поняли друг друга. Я тут просто живу и со всеми дружу. И, пожалуй, пойду на второй этаж. Хе-хе, трусишка маленькая. В общем, Яни и Юги боялись вылезти из корзинки. А Бафи сидела на втором этаже. Тогда я принесла Ису, а Бафюшу унесла в другую комнату. Как только котятки увидели маму, то страх куда-то сразу пропал. Мам, а ты куда? Я с тобой. Надо изведать территорию. Странно. Где же, где же ты? Может здесь? Юги, ты что делаешь? Изведовываю территорию. Мама же сказала, что все проверить надо. Ты давай, иди на второй этаж. Ну ладно. Ну что там, никого нет. А у тебя и у меня пусто. Ой, ой. Как это классный тут вид из окна. А ты боялся? Нет, нет. Я не боялся. Ну была же где-то здесь. Яни, а что там? Какие-то коричневые шарики. Эй, а я тут воду и какую-то сухую траву нашел. Иса, того кого ты ищешь, тут сейчас нету. Нету, говоришь? А что тогда там, на дереве? Сейчас я проверю. А-а-а! Ну ладно, допустим действительно никого нету. Тогда может здесь? Или здесь? А-а-а! Нет, тут какой-то другой запах. Потом Иса все-таки успокоилась, а котята долго играли вот тут за замком. Ну думаю для первого раза уже достаточно. Баффи хочет уже отдохнуть. Дальше я планирую открывать котят на целый день, чтобы они сами изучали дом и находили общий язык со всеми жителями дома. И если вы хотите увидеть смогут ли они подружиться с пушистой семьей, то не забудьте включить уведомления и поставить лайк. Ну а на сегодня у нас все. Всем пока и до скорых встреч! А вы уже смотрели это видео? Мне кажется нет. Скорее нажимай! А-а, уже смотрели? Тогда жми сюда и выбирай другое. Субтитры сделал DimaTorzok